всем привет сегодня видео будет довольно необычно это как бы и обзоре не обзор а больше как отзыв пользователя у меня есть механическая геймерская клавиатура в личном пользовании уже более месяца приобретал для себя также есть геймерская мышка так как я люблю поиграть по выходным дням и купил себе вот такие вот гаджеты коротать свои вечера в китае почему конкретно выбрал данные бренды довольно неизвестные например для многих хотя я был наслышан об этих брендах уже довольно длительное время клавиатура у нас от компании алироу если правильно я читаю ее изначально хотя вы можете поправить комментарии правильно написать на русской транскрипции про гейминг механическая весит килограмм 139 грамм довольно такая увесистая за счет двух металлических алюминиевых пластин одна у нас поверхностная другая у нас внутренняя за счет этого она очень такая жесткая стабильная ход клавиш два с половиной миллиметра вы только послушайте это звук и естественно большая фишка этой клавы это ее подсветка 10 режимов различных переливаний самой расцветки 21 одна функция настройки от минимума до максимума от яркости до минимума и все это делается с помощью буквально доступными клавишами не надо никаких приложений хотя есть программное обеспечение для данной клавиатуры через который можно все конкретно детально настроить но она на английском языке и китайском поэтому русского там нету давайте сразу перейдем к самому главному шнур у нас чуть больше двух метров 2 300 где-то позолоченный usb ферритовое кольцо фильтр так подключаем шнур довольно толстые для тех кто может не поверить что это моя клавиатура вы можете присмотреться я сейчас делаю фокус она у меня уже покрылась пылью между клавиш смотрите внимательно я думаю будет видно как-нибудь так показать вову ото кадр вообще хороший более месяца я юзаю постоянно играю что это и во первых механика во вторых что у нее крутые режимы перелива я вечером что-то такое эффектное давайте сразу перейдем к этим режимом напомню что есть 104 клавиши 104 ключа и давайте сразу начнем есть кнопка fn 1 1 функция моя любимая стоит на ее настроил включил она у меня постоянно здесь но мы начнем по порядку есть 10 функциональных клавиш это delete and pd page down page up home insert да и также вот ps sl bp pb f10 f11 s12 отвечает за цвета вы можете настроить конкретно синий там нулю 16 более 16 миллионов расцветок тональности цвета и вы можете настроивать настроить с помощью f10 f11 f12 или сделать конкретно один цвет или комбинация из трех цветов или комбинация из пяти шести из пяти шести девяти цветов также кнопками rgb что нам напоминает что на клавиатура rgb подсветкой загораются rg big red green blue и с помощью этих клавиш давайте добавим яркости с помощью стрелочек можно добавить яркость уменьшить яркость и естественно сами режимы давайте сразу по порядочку первый режим у нас просто волна ее можно как ускорить также ее можно замедлить она будет очень медленно переливаться следующий режим у нас идет эффект домино она будет сама так переливаться также можно еще добавить цвета на максимум и включаем эффект домино и будет различные все буквы будут так вот плавненько мерцать и потухать можно также добавить скорость или или добавить яркость или уменьшить скорость она будет очень медленно переливаться или можно добавить эту скорость следующий эффект у нас змейки змейка или мы включаем на одну клавиатуру область цифр которые но обычно я не знаю кто пользуется геймер наверно тоже пользуется но я ими не пользуюсь и также можно вторым режимом переключить на всю клавиатуру следующий режим у нас идет это отклик от пальца мы нажимаем например видите нажимаю да и они подсвечиваются те клавиши как на которые я нажал но не естественно со временем будут потухать сейчас скорость стоит на минимуме точнее на максимуме на минимуме да надо ее добавить чтобы они быстрее тухли следующий режим у нас разбежка от нажатия вы нажимаете она побежала разбежку и будет так вот разбегаться независимо какая область клавиш всех где вы не нажмете оттуда и будет разбегаться цвет тоже эффект интересно особенно когда вечером сидите играете или печатаете круто змейка по всей клавиатуре она побежала будет бегать также можно сделать один цвет как сейчас зеленый или сделать другой цвет или разноцветные чтобы каждая клавиша была простая радуга будет сама переливаться очень эффектно особенно вечером смотрится в принципе любая подсветка смотрится очень эффектно вечером и моя самая любимая это разбежка букв от моего нажатия нажимаю и она разбегается где бы я не нажал она будет там разбегаться стой с той стороны очень круто очень эффектно смотрится и побежала здесь 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 нажал и все просто круто будет само туда-сюда добавляем скорости и самое главное эквалайзер я вам не показал эквалайзер включаем песню вот у нас эквалайзер от левой стороны до верха зависимости от громкости или баса она будет доходить до самого края правого края или где-то на 14 на серединке но такой вот эффект эквалайзера тоже прикольно довольно так затем завораживает вот так по клавиатуре закончили теперь давайте сразу по мышке то видео будет затягиваться клавиатуру рекомендую к приобретению я покупал ее в магазине том топ потому что там были у меня и купоны и как раз попал на акцию поэтому и вам советую выигрывать купоны если есть возможность и теперь переходим к мыши и сразу упаковал чтобы показать как она поставляет какой крутой коробки конечно информация бесполезно здесь все на китайском внутри идет вот так все круто уложено все было в пакетиках но пакетики я по выбрасывал в комплекте сама мышь две насадки на ладоннике разного типа один заостренный другой у нас такой вот более круглый подставка для груза который вставляется сверху мыши и 4 грузика к сожалению грузики не подписан но ориентировочно где-то 5 грамм каждый откладываем коробку вставляем грузы держатель вставляются хорошо не вываливаются достаются также очень просто довольно так внушительно добавляет вес и вставляется элементарно просто вставили и начали играть мышь у нас каркас полностью металлический есть кнопки вперед-назад кнопка прицеливания довольно такой ощутимый щелчок если кнопка назад и вперед они довольно громкие то прицеливание она естественно тихая но ощутимый щелчок именно внутри пальца колесико мышки довольно широкая очень приятная с довольно громким щелчком также есть сверху у нас расположена кнопка настройки чувствительности чувствительность мыши 4000 dpi с регулировкой четырех режимов это 1000 2000 3000 4000 в зависимости к какую игру вы играете или какой чувствительности вы привыкли нейлоновый шнур двухметровый на конце есть ферритовое кольцо фильтр сами кнопки у нас тоже довольно громкие очень отчетливый щелчок довольно приятны и мышка реально лежит очень удобно в руке снизу мыши у нас снизу мыши есть пять подложек которые позволяют довольно хорошо скользить по любой поверхности независимо стол или коврик очень такая узнаете она довольно вот плавненькая хотя хотелось бы немножко потуже чтобы она была чтобы надо было предприменять какую-то силу и теперь к самому интересному есть у нас шарнир под сами на ладоннике и данную мышку можно регулировать режим или на ладонного использования расслабленной руки или режим игровой как коготь я обычно вот так вот играю у меня ладонь всегда вот видите не достает к этой части поэтому я беру здесь откручиваю и вот она немножко задорно стала и теперь она намного удобнее теперь моя рука уже прилегает полностью поэтому не будет уставать вот этот сустав или сухожилия вот этот вот эта область руки у меня обычно раньше уставала от простых мыши когда мышку можно настроить как коготь то довольно она удобно становится также вторая у нас идет более изгибистая тоже довольно удобная я ее чаще всего использую поэтому могу смело рекомендовать эту мышь к приобретению для начинающих или даже уверенных геймеров реально бренд кажется неизвестный для нас но китай он довольно популярный давайте мы ее подключим сразу тоже чтобы показать вам подсветку вот такая у нас подсветка подсветку можно менять с помощью кнопки чувствительности красный синий зеленый фиолетовый и красный до четыре цвета забыл сказать немного немного перепутал хотя заявлено 16 миллионов цветов якобы ну в приложении скорее всего можно менять какую-то какую-то тональность и и у нее довольно такая вот знаете определенная пульсация скорее всего в китайском приложении можно еще и настроить более плавную или более быструю пульсацию или какие-то переливы между цветами но я в этом китайском приложении разбираться не захотел поэтому пользуюсь просто как вот мышкой горит да горит это очень даже удобно на этом думаю буду заканчивать свое видео и так она уже затянулась если видео отзыв вам понравился поставьте пальчик вверху если данные гаджеты вам понравились данная механика и данная мышка ссылки оставлю обязательно в описании под видео поэтому можете смело переходить и реально обратить внимание на данные вот китайские бренды хорошие качественные качество материалов на высоком уровне мышка также кстати забыл сказать что по тактильности очень приятная покрытие точно не софт-тач но она такой вот матовый очень тактильно очень приятная я рекомендую к приобретению все всем спасибо за рассмотр всем до скорой встречи всем пока и